Следующее, что я хотел бы, чтобы мы разобрали для переменки, тут совсем немножко осталось, достаточно благодать. И это как бы тоже очень важный момент в плане исцеления. И вот мы уже разбирали это место, которое записано вторым карифеном, про жалово плоти. Павел пишет, что чтобы я не превозносился, чрезвычайность откровений дано мне жало в плоти. Ангел сатаны удовлетворяет меня, чтобы я не превозносился. Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня, но Господь сказал мне, «Доволен для тебя благодатью моей, ибо сила моя совершается в немощи». Вот Павел просил, чтобы это жало исполнив Бог устранил. Но Бог отвечает, достаточно для тебя благодатью моей. И вот эта фраза «достаточно для тебя благодатью моей» она очень-очень глубокая. И суть в том, что Божье прикосновение всегда приносит исцеление, но не всегда это физическое исцеление. Это может быть исцеление от необходимости исцелиться. То есть мы можем быть уверены в том, что в любых обстоятельствах благодати Божьей достаточно для того, чтобы нам перенести их с радостью и с миром в сердце, каким бы тяжелым они ни были. Если Бог предназначил нам пройти через какие-то испытания, мы должны понимать, что Бог даст достаточно благодати, чтобы нам их пройти. Павел пишет, «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления вашего во Христе Иисусе». Мир, который превыше всякого ума. Вот умом порой будет казаться невозможно, как можно сохранять мир в каких-то обстоятельствах. Благодати Божьей достаточно. Вот это вот глубина христианства. Вот какое-то время назад ко мне в руки попала книга, очень интересная книга, и написал Тим Хансель. Вот это человек, который был альпинистом, верующий, и повредил себе позвоночник. И 10 лет он пролежал со страшными болями, парализованным. И он пишет очень-очень глубокие истины. Одно дело говорить о болезни, страдании, будучи здоровым, вот у меня все хорошо, это как бы чистая теория. Другое дело, когда человек сам испытал страдание и пишет о страдании. И вот, к сожалению, эта книга не перейдена на русский язык, но если она будет перейдена, это будет очень-очень большой вклад. Вот, и вот что он пишет. В течение уже многих лет люди постоянно спрашивали меня, разве ты не молился Господу, чтобы Он исцелил тебя? Мой ответ, конечно. Почему же, на твой взгляд, Он не исцелил тебя? Он исцелил. Но я думал, что ты все еще испытываешь боли. Да, испытываю. Я что-то не понимаю. Он пишет, я молился сто, может быть, тысячу раз, чтобы Господь исцелил меня. И Он, наконец, исцелил меня от необходимости быть исцеленным. Я обнаружил мир и покой посреди боли. Я, наконец, пришел к осознанию того, что если Господь может лучше использовать это тело таким, какое оно есть, тогда так должно и быть. Я уверен, что я был бы другим человеком, если бы не этот несчастный случай. За прошедшие 10 лет у меня была возможность пройти самый ускоренный курс познания Бога за всю мою жизнь. Я чувствую, что я получил докторскую степень знания жизни. Хотя, он пишет, за последние 10 лет у меня были мучительные переживания, я не могу представить свою жизнь без них. Я знаю, что приобретенное в результате этого многократно превышает все потери и трудности. То есть, несмотря на то, что Божья воля не была в том, чтобы сохранить вот эту болезнь, Бог дал достаточную благодать, чтобы иметь мир в сердце в обстоятельствах, когда, казалось бы, мир иметь невозможно. Это умом кажется невозможным понять, как можно иметь мир в сердце и покое, и вот такое удовольствие, находясь в такой болезни. Но Бог нам дает мир, который превыше всякого ума. Говорится, что мы должны все желания приносить Богу, но это значит, что Он все нам будет давать. Он значит, что Он мир, который превыше всякого ума, соблюдает сердца наших помещений в Христе Иисусе. Вот 22-й псалом. Господь пастор мой, я ни в чем не буду нуждаться. Вот эта фраза, я ни в чем не буду нуждаться, она понимается по-разному. Некоторые, она понимается, что у меня будет все, что мне нужно. У меня будет самая лучшая машина, самая лучшая квартира, самая лучшая одежда, самая лучшая еда и так далее. Но если человек начинает так думать, он попадает в ловушку, потому что пределов человеческих желаний никогда не будет. Что здесь говорится, что у меня будет все, что мне нужно. То есть, я не буду желать то, что мне не нужно. То есть, у меня будет довольство тем, что есть. Господь мне обеспечивает то, что есть, потому что Он знает лучше, что мне нужно. И у меня будет довольство тем, что есть. вот апостол павел пишет все могу выкрепляющими иисусе от контекста фраза фраза до часто вырывается из контекста каких сразу в этом что я могу сносить как и нищету так и и и и процветание то есть я могу сносить и голод могу просносить изобилие все могу просто благодати божий достаточно любовь любых обстоятельствах вот мы уже говорили о джоне умери человек который основал третью волну джон вымбер и он заболел раком в 1995 году и 306 году он написал статью человек который мало то что молился об исцелении он является как бы основателем движения за чудеса и знамения в церкви и вот что он пишет уже будучи больным он много переосмыслил и он пишет некоторые христиане полагают что мы никогда не должны сталкиваться сомнениями страхами беспокойством разочарованием депрессии горячей агоний а если христиане это начинают переживать то потому что их вера слабее чем она должна быть разочарование и отчаяние случающиеся иногда это грех если действительно так я плохой христианин во время борьбы с раком я пережил не только физические страдания своих проблем со здоровьем но и долго боролся с депрессией но я также обнаружил что глядя на христа из долины смертной тени я видел его таким каким не смог бы увидеть другим способом в пустыне звезды светят ярче нет никаких препятствий разрушения нет никаких других отвлекающих огней вид из долины смертной тени не так уж плохо потому что сияние иисуса так прекрасно я знал что он был со мной даже когда я не был настроен общаться с ним течение того года лечения мы с моей женой кэрол ходили больницу вместе именно в приемной перед комнатой где делали лечевую лучевую терапию я пережил божий мир превосходящий мое разумение казалось бы умом понимать сложно как можно иметь мир вот наш джим болеет раком да казалось бы как вот можно сохранять спокойствие но бог дает мир который превыше нашего разумения то он дает возможность из исцелиться от от необходимости селиться тогда когда воля не в том чтобы исцелить физически вот понятно что стать верующим это путь оздоровление вот и слово божье призывает к такому образу жизни который ведет более здоровым образу жизни надо даже не бояться мы должны находиться вообще не очень полезно я здоровье прощать просто прощения так же полезно для здоровья и так далее но это на самом деле ведет к оздоровлению человек но это не гарантируется сбаления от всех болезни понятно да то есть мы должны понимать что как бы какими как бы хорошо мы не жили все равно есть те факторы, которые мы не контролируем. Если бы мы контролировали все в этой жизни, мы были бы богами. Но мы люди и есть вещи, которые контролируют Бог, а не мы. Образовательный ресурс видеосеминарии ТВС – это ваши пожертвования, мудро вложенные в христианское образование. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте и заключение. Чем сильнее мы пытаемся бороться с нашей болью и печалью, тем более замкнутыми и напряженными мы становимся. Когда же прекращаем погоню за мгновенными решениями и находим покой в настоящем, то наша боль становится меньше. И больше пользы мы можем принести окружающим. То есть, другими словами, чем сильнее мы зацикливаемся на своей проблеме, тем сильнее эта проблема становится. К сожалению, большинство из нас попадает под влияние общества с его погоней за обладанием чем-нибудь. Некоторые люди живут мечтой. Пусть сегодня все так хорошо, но скоро обязательно все наладится. И, к сожалению, люди, которые в этом учении, они в основном все живут мечтой. Мечтой на получение богатства, мечтой на получение здоровья, исцеления. Они живут мечтой. Но опасность в том, что наши мечты могут стать нашими идолами. И вся наша жизнь будет принесена им в жертву. То есть, идол может быть не что-то материальное, какая-нибудь машина, квартира. Идолом может быть сама мечта. Вот сама мечта. И наша жизнь будет служением вот этому идолу, служением нашей мечте. И настоящая болезнь этих людей, это один человек написал, настоящая болезнь этих людей в том, что они не удовлетворены настоящему. Они желают, чтобы следующий миг дал им то, чего у них нет сейчас. И когда приходит такое желание, настоящее кажется неполным. Такое желание ищет чего-то где-то далеко. Наполненность, это удовлетворение тем, что есть сейчас. По моему слову, великое приобретение быть довольным. То есть, довольство тем, что есть сейчас. Если совершенно здоровье принимается как норма, то тот уровень, который нужно пребывать, то очень трудно быть довольным, когда мы не на этом уровне. Когда нам еще что-то нужно, чтобы быть довольным. Понимаете, да? То есть, наполненность, когда мы довольны тем, что есть сейчас. Многие из нас пытаются избавиться от своей болезни и немощи как можно быстрее, чтобы мы могли стать более полезными для Бога. Но Бог напоминает нам снова и снова в своем слове, что его сокровища мы носим в глиняных сосудах, чтобы превосходственная сила принадлежала Богу и не было от нас. То есть, когда мы немощи, и тогда мы сильны. Самую лучшую работу Бог совершает в трудных для нас обстоятельствах. Мы живем не видением этих трудностей, а веруя в тот нерукотворенный вечный дом на небесах, который нас ожидает. И часто вот все эти беды это способ для нашего роста. И это приносит нам радость. И радость это процесс. И эта тайна, в которой мы участвуем, это не что-то, чем мы можем обладать. Если мы говорим, если бы я только был здоров, то как бы я был бы счастлив, то тем самым мы как бы вот это счастье из рук выпускаем. Вот Джон Уинбер еще написал в той статье такой цитат. Когда я проходил курс лечения от рака, я получил письмо с таким вопросом. Вы больны раком. Неужели вы все еще верите в исцеление? Я написал в ответ, да, верю. Это правда. Но я также верю и в боль. И то, и другое в Слове Божье. В течение того года, когда я боролся с раком, Господь очистил меня от многих нехороших привычек и взглядов. И благодаря этому я вырос во Христе. «Некоторые существенные этапы моего духовного роста имели место в то время, когда я испытывал боль. Я каждый день делал выбор позволять Богу работать со мной своими методами, даже через несчастье. Трагедия, болезнь, неожиданные потери и боль все это будет оказывать на нас влияние. Я не знаю никого, кто согласился бы добровольно страдать подобным образом. Но тем не менее, Господь использует этот опыт для того, чтобы осуществить свои цели в нашей жизни или с нашей полной помощью. Но этого нельзя бояться. Бог полна власти. Он наше богатство и наш мир. Его замысел, который заключается в том, что мы проведем с Ним вечность, надежен. Мы должны быть уверены в этом. Ничто не может победить нас. И в этом заключается хорошая новость. То есть вот в этом и есть полнота Евангелия. Слой Божьим есть и исцеление, есть и боль. И это полнота Евангелия. Когда люди называют полным Евангелем только исцеление, то на самом деле ирония в том, что они делают Евангелие половинчатым. Понимаете? На самом деле полнота Евангелия в этом. И в нашей жизни мы очень много принимаем как должное. Вот сегодня я проснулся без боли, без болезни. Является ли чем-то, что я должен принимать как должное, или это милость Божья? Вот, конечно, не хотелось бы заканчивать таким примером, но однажды я был на кладбище и обнаружил, что как много людей умерло в возрасте моложе меня. То есть я еще живу. Означает ли это, что я должен принимать это как должное, или это милость Божья ко мне? То, что мы сейчас не испытываем болезни, не испытываем мучительных болей, является ли это чем-то, что Бог обязан давать, или это Его милость к нам? И лучшее достается тому, кто оставляет выбор за Богом. Известная фраза. И выбор, исцелить или нет, мы должны оставлять за Богом. Он Бог всегда даст самое лучшее для нас, потому что Он любящий. Но любая просьба, она подразумевает два ответа, да или нет. Мы должны Богу давать выбор. И в этой жизни Бог часто будет исцелять. Но понятно, что вот это еще нет, оно ожидает на Царстве Небесном. И еще нет, оно включает в себя совершенное здоровье. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok